Добрый день! Мы на этой неделе читаем недельную главу Кедошим, читаем Земли Израиля, это Бет-Экнесет, там где я нахожусь, поселение Квар-Эль-Дат, за границей читают недельного Хараймот. Сегодня разговор пойдет о святости. Кто свят? Отшельник в горах? Или монах в монастыре? Или гуру в гараже? Ну, все умеет, прямо святой. Может быть, гадалка с хрустальным шаром, медитирующий йог. Сегодня люди просто обожают духовность, мистику, кабалу. Ну, это прекрасно. Я сам своих двортора здесь использую информацию из кабалы. Часто так становится более понятно, что происходит. И тогда уже скажу пару слов о кабале, хоть это и не тема. Сейчас, да, часть уровней кабалы уже приоткрыта нам современными мудрецами, несмотря на то, что это относится к тайной торе. И более того, нужно отметить, что сегодня, когда Машиах уже совсем близко, как объясняют равины, среди них Балятания, для современного еврея нужно объяснить не только что и как, то, что объясняет Галаха, но и Талмуд. Но также и зачем, и почему. А это и есть то, что объясняет кабала, учение об устройстве мира. Иудаизм, безусловно, богат духовным содержанием, мистическая глубина и перспектива помогают нам обрести более глубокое понимание нашей веры. Но как в иудаизме определяется понятие святости? Должен ли человек быть мистиком, чтобы быть святым? Является ли вот обладание тайным знанием, которым есть кабала, необходимым условием святости? Кто этот святой? Это вот такой святобластный мистик, каббалист. И у наших соседей в Галуте есть вообще представление своей о святости и даже процедура представления клику святых. Я совсем в их заморочках не разбираюсь. Так давайте посмотрим, что такое святой, как это быть святым в иудаизме. Наша недельная глава, она начинается с повеления «Святыми будьте». Затем Тора перечисляет 73 закона от религиозных до этических «Уважай родителей и старших, помогай бедным, честно вести бизнес, соблюдать шаббат, не поклоняться идолам, знаменитое «возлюби ближнего, как самого себя», не мстить, не вступать в запрещенные отношения. То есть множество вещей, далеко не все из этих ассоциируются с духовностью. Достаточно часть из них практичны, о бизнесе, прагматичны. То, что из этой главы становится совершенно ясно, что несмотря на то, что мы безусловно верим в духовную составляющую иудаизма, дорога к святости не такая уж бесплотная и трансцендентная, а наоборот практическая и прагматичная. Святость нужно искать в повседневных вещах, которые мы делаем или не делаем, а не в мантрах или метафизике. Самоконтроль, дисциплина, честность, порядочность – это те вещи, которые ведут нас к святости. Вам не нужен гуру с гитарой, спиритические сеансы, воскурение, даже длинные робы. Нужно цузайна аменч – быть человеком, контролировать свои желания, вести себя правильно. И это по Торе, и это противовес всякой потусторонней ерунды, и есть то, что составляет святость. И вот как мудрецы Мишны передали для нас свою формулировку пути достижения святости в Барайте. Это Мишны, которые не вошли в обсуждение Талмуда. Барайте, которая цитируется в разных частях Талмуда, тем не менее ее цитируют, они ссылаются, потому что это мудрецы Мишны. И в том числе в трактате «Авададзара» сказал Рафпинхас Бен-Яир, прошу внимания, это очень важные слова, Тора ведет к осторожности, осторожность ведет к расторопности, расторопность ведет к чистоте, чистота к отделенности, отделенность ведет к высшей чистоте, Тагора, высшая чистота ведет к благочестию, благочестие ведет к смиренности, смиренность ведет к боязни преступления, боязни греха, боязнь греха ведет к святости, а святость ведет к пророчеству, и пророчество ведет к способности воскрешения из мертвых. Вот такие глубокие слова. Пинхас Бен-Яир описывает нам путь духовного возвышения человека. А Рамхаль, великий наш каббалист Машихаем Луцата, приводит эту барайту в предисловии к своему основному труду, Меселат-Яшарим, путь праведных, путь прямых дословно. Про него говорил Вилинский Гарон, живший примерно сто с лишним лет позже, чем Рамхаль. Он сказал, что он бешел тысячу верст пешком, чтобы учить с Рамхалем и этот его труд. И далее Рамхаль, Меселат-Яшарим, разбирает, что означает каждый этап, и что нужно делать, чтобы его достичь. Сейчас мы не будем сегодня мучить этот путь, но все же пару слов. Вы помните, все начинается с Торы. Тора ведет к осторожности. Путь к святости и пророчеству начинается с изучения Торы, которая как следствие должна приводить к воспитанию в себе осторожность. Осторожность в соблюдении заповедей не делай. Осторожность ведет к расторопности. И что за расторопность? Известные рассказы очевидцев в Аравии Иска Кизильбери, он не ходил, он бегал, он бегал, стремясь больше сделать заповедей, просто простых добрых дел. Но расторопность должна только после воспитания осторожности. Всем известна поговорка «торопись, но осторожно». Понятно, что она не из житейской мудрости, а она вот отсюда, из этой барайты. В словах Пинха Сабинеира нужно быть очень осторожным, чтобы не нарушить заповеди «не делай» и торопиться сделать заповеди «делай». Это первые два шага на пути к святости. И дальше, дальше отделенность, чистота, сначала действий, затем помыслов, затем благочестие, тот самый Хасидут. Вот он ведет к боязни греха, и от нее прямая дорога к святости. Рамхаль очень подробно это объясняет, все несложно, и это несложные практические шаги. Но это принципиально отличается от того, что говорят о святости все вокруг. В итоге, понятно, что по большому счету, Тора говорит нам быть не такими, как люди вокруг нас. Или будь то египтяне и хананейцы в древности, или гедонисты и сенсуалы дня сегодняшнего, послание остается прежним. Святость значит отличительность. Ее часто определяют как отделенность, а святой как отделенный. Но мы видим, что это не совсем так, потому что отделенность это один из этапов по пути к святости. Поэтому святость это отличительность. Еврей должен идти своим путем, и не имеет значения, что делает весь остальной мир, как Авраам. Он еврей, потому что он на другом берегу от всех. Наша отличительность выражается во многих вещах. Та же глава Торы, которая напоминает нам о соблюдении шабата, также предупреждает нас о том, как правильно взвешивать, замерять товары в наших магазинах, не обманывать, вовремя платить нашим работникам, не сплетничать. Та же глава, которая провозглашает возлюбие ближнего, как самого себя, также предостерегает нас отступление во всевозможные интимные связи с невестками, родственниками, чужими женами, людьми своего пола. Да, пишет Раф Гольдман, есть предостаточность святости в том, что молодая пара, практикуя самоконтроль, как разновидность осторожности, терпеливо ждет своей свадьбы, чтобы выразить друг другу свою любовь. Это демонстрирует характер и благородство. И, несомненно, они подтвердят, что ожидание стоило того. О, как это отличается от того, что мы видим вокруг. Если мы говорим «отличается», значит, в этом есть святость. Да, пишет еще Раф Гольдман, супруги, прилагающие силе к сохранению своего брака и совместной семейной жизни, даже если это порой бывает сложно, ведут себя высоко духовно. И это тоже свято. И вот слова Рамбана, рабе Моше бен Нахмана, одного из величайших авторитетов Галахии, комментаторов Танаха, Талмуда и Талмуда, каббалиста. Он пишет, написано в нашей главе, «Святы будьте, ибо свят я, Бог всесильный ваш». Чтобы дать понять, что по достижению святости мы должны прилепиться к нему, богословянов. Другими словами, можно сказать, что весь смысл приобретения святости – это прилепиться ко Всевышнему. И прилепиться – это высшая степень приближения к нему, о которой мы много раз говорили и будем еще говорить, потому что это одна из главных задач человека в этом мире. Пишут наши учителя, что поскольку освящение души и тела является одним из путей к выполнению заповеди, «К нему прилепись» – титбак, отвлекут прилепление, то повеление «Святы будьте», хотя и кажется, что заслуживает, но не упомянуто в качестве отдельной заповеди, ни в перечне Рамбама, его 613, ни в добавлении к нему Рамбы. Вот как. И как уже стало понятно, повеление «Святы будьте» относится не только к праведным знатокам Торы, но к каждому еврею, к каждому из нас. Ведь приблизиться к Богу – это одна из самых главных задач каждого из нас, как я уже сказал. И это иллюстрируется в Кабале, куда без нее знатоки Кабалы передают нам от имени Аризаля, что душа каждого еврея будет приходить в этот мир еще и еще раз, исправляя прегрешения, совершенные в прошлых воплощениях, до тех пор, пока не исправит, в конце концов, свои прегрешения и не достигнет святости. Поэтому слова «Кадышим тигью» – «Святыми будьте» можно прочитать не только как повеление, но как констатацию «Святыми будете», то есть даже помимо своей воли. Так вот, мы говорили сегодня, что в иудаизме понятие «святой» в первую очередь означает «Тот, кто отличается от других, от всех окружающих». Это тот, который старается в своих материальных делах развивать в себе качества, о которых сказал Рафпин Хасбенеир. Двигаться к чистоте и благочестию в результате через страх греха он придет к святости. И этот процесс – это и есть процесс сближения с Богом. Это и есть, что сблизится с Ним максимально, прилепится, дебаг к Нему. То есть у нас, как всегда, все практично и прагматично. Именно за этой прагматичностью, как ни странно, появляется глубокая духовность. Ну вот теперь понятно, что перед тем, как бежать к целителям веры, покупать красные ниточки, святую воду, пытаться научиться у буддистов медитировать, искать на Гоа высоких духовных практик, чтобы прикоснуться к святости, возможно, нам нужно проконсультироваться, в первую очередь, с Торой и начать со снов иудаизма. Давайте жить честно, прямотою, уважением, порядочностью, с достоинством, дисциплиной, следуя рекомендации Торы и наших мудрецов. И тогда мы будем святы. Давайте оставаться в поисках смысла и дальше. Брахава и Цлаха. Продолжаем выполнять нашу работу, которую за нас никто не сделает. Хорошего окончания дня.